Добрый день! Недавно наша творческая группа побывала в городе Астане, где мы записали несколько уроков в детских садах. Сейчас мы представим вам урок самопознания, на котором детки в доверительной обстановке говорили о любви. О любви к родине, близким и родным людям. Нам было интересно наблюдать за малышами, которые, несмотря на свой юный возраст, рассуждают и выражают свое мнение об одной из основ мироздания. Посмотрите, приятно видеть, когда люди улыбаются друг к другу, когда дети улыбаются друг к другу. Ну-ка покажите, как вы улыбаетесь друг к другу. Улыбаемся мы миру, солнцу улыбаемся. Обнимитесь теперь. Вот, Саша, иди сюда ко мне. Вот так. Молодцы. И молодцы. Садимся на стульчики, пожалуйста. Нравственно-духовное воспитание у нас страдает, потому что не все родители с открытым сердцем приходят. Ну, во-первых, озабоченные жизнью, бытом, проблемами какими-то. Да и вот задача нашего детского сада, вот мы так считаем нужным, чтобы с детьми начинать работу эту, а через детей мы уже начали стучаться в сердца родителей. И они начали оттаивать. Начали более открыто и к детям обращаться, и к сотрудникам детского сада, и вообще к окружающему миру. Сначала было страшно очень, что это такое. Ну, на занятиях, мы их приглашали на занятия по самопознанию, мы приглашали родителей на родительские собрания. И вот на родительских собраниях мы как раз с ними делали то же самое, что и с детьми. Они как дети играли, они как дети отвечали. Эти утренние круги, минуты тишины были. И видеоролики ставили им, вот рассказывая о жизни, вот социальные ролики. Ну, вы знаете, очень интересно. Хочется достучаться до сердца, наверное, каждого человека, да, чтобы переосмыслил, во-первых, ну, свою жизнь, свое отношение. Ну, опять же, дети, наверное, это самые важные такие человечки, на которых нужно ставить ставку, чтобы мы в дальнейшем, вот нам, во-первых, жилось хорошо, а им тем более. Ребята, я вас приглашаю сегодня в сказочное путешествие. А путешествие называется «Страна любви». Отправимся в это путешествие? Да! Хотите путешествовать? Да! Молодцы! А скажите мне, пожалуйста, а почему любовь проявляется через добро? Гриша? Потому что, если ты кого-нибудь любишь. Так. Сердце выдает твою любовь. Так. Сашуля? Потому что не жадничаешь. Потому что делишься игрушками. Так. Еще почему любовь проявляется через добро, Катюша? Потому что человек друг друга себя любит. Правильно. Улыбчивая. Так. Таир? Когда с тобой обращаются, ты, если хорошо обращаешься, с тебя тоже как любовь обращаются. Любовь. Любовь – это значит, чтобы друг друг любил себя и любил своего друга, который напротив. Ребята, а что значит любить родителей? Вот. Потому что ты их целуешь, обнимаешь. Потому что ты их уважаешь. Помогать им. А еще, как помогать? Как ты подумаешь, если слово «помогать»? Что ты маме своей помогаешь? Убираться. Так. Еще что делать помогаешь? Посуду мыть. Посуду мыть помогаешь. Так. Вероника. Что значит любить папу? Любить папу, помогать ему, не мешать, когда он работает. Так. Еще. Почему ты любишь папу своего? Потому что он не родной папа. Так. А еще какой он у тебя? Хороший, добрый, ласковый. Так. Молодец. Молодец. Так. Таир, а что значит любить друзей? Обнимать, делиться, что-то принес, делиться с ними. Так. А кто у тебя самый близкий друг? Влада Артем. Вот как ты проявляешь к ним любовь свою? Хотя бы к Артему. Как ты проявляешь любовь? Я с ним играю и делюсь всем. Всем делюсь, да? А как ты с девочкой проявляешь любовь? С ней дружу тоже и играю. С детками нужно начинать. Почему? Потому что они более открытые. Они более открытые. Они не лугавят. Они говорят правду. Они говорят то, что видят. Они говорят и высказывают свои чувства. И наша задача, чтобы они могли это высказать. Во-первых. Во-вторых, чтобы они поступали правильно. Прежде всего нравственных каких-то, нравственных качеств. Это нравственные точки. Что такое природа? Это что? Это солнце. Так. Еще. Дрова, цветы. Так. А как ты к ним проявляешь любовь свою? Я не сорю. Так. И еще. Я льву цветы. Я не мусорю. Так. И еще. А как ты ухаживаешь за ними? Поливаю цветы. Так. И еще. Сажаю деревья. Как наша родина называется? Радислав. Республика Казахстан. А как наша столица называется? А? Астана. А чтобы наша столица Астана процветала. Чтобы она была какая? Теплая. Так. Еще какая должна быть столица наша? Красивая. Ребята, когда мы с вами путешествовали в стране любви, фея любви подарила мне вот такую шкатулочку. А в этой шкатулочке волшебный флакончик. Кто возьмет в руки этот волшебный флакончик, должен сказать волшебные слова. Пожелания. Вот сейчас я хочу сказать пожелания своей маме, чтобы мама никогда не уставала. А сейчас я хочу передать в флакончик Ксюше пожелания моему братишке Жене. Что ты хочешь сказать? Говори. Чтобы он больше не болел никогда и чтобы у него все получалось. Так. Передавай Грише этот флакончик. Кому ты хочешь, Гриша, пожелания сказать в этот волшебный флакончик? Папе. Говори, папе пожелания. Что ты хочешь ему сказать? Чтобы он был хороший. Так. Саша, кому ты хочешь сказать пожелания? Природе. Скажи природе, Саша. Хочу, чтобы цветы были большими, чтобы они вкусно пахли и деревья хорошо росли. Так. Артемка, кому ты хочешь сказать волшебные слова? Пожалуйста. Родине, скажи. Я желаю, чтобы она была красивая и чтобы с ней ничего не случилось. И чтобы у нашей страны было всегда мирно. Так. Настенька, кому ты хочешь сказать? Маме. Скажи. Я хочу, чтобы мама была самая красивая и всегда она была добрая. Так. Таир, кому ты хочешь сказать? Сестренке. Я желаю, чтобы она была сына все время, чтобы она выросла большая и я хочу, чтобы она была добрая. Алишер, кому ты хочешь сказать? Я хочу сказать своей сестре. Скажи. Я хочу, чтобы она всегда была умной. Хочу, чтобы она всегда была красивой. А что ты, Катюша, что ты хочешь пожелать нашим всем деткам? Я хочу, чтобы они были здоровы и красивы, чтобы на занятиях отвечали. Молодец. Сашуля, а ты кому хочешь сказать? Маме. Скажи своей мамочке. Я желаю, чтобы она не болела и всегда ходила на работу, зарабатывала много денег. Я хочу сказать дедушке пожелания. Я хочу, чтобы он всегда был хороший, добрый. С 2014 года мы вошли в пилотный проект по Республике Казахстан именно по родственному духовному воспитанию, предмету самопознания. Воспитатели более тщательно стали готовиться к занятиям, более тщательно стали подбирать те же рассказы, те же притчи, чтобы они доходили прежде всего до детей, чтобы они были им доступны. Педагоги работают прежде всего над собой и потом уже начинают работать с детьми, прежде чем подготовиться к занятию, его провести, то сколько нужно литературу пересмотреть. То есть мы берем отдельные элементы, тот же утренний круг, ту же минуту тишины и пословицы, поговорки. И на любых занятиях организованной учебной деятельности наши воспитатели используют эти элементы. На каждом занятии дети встречаются с волшебством, добротой и любовью. Они говорят о себе, о своих чувствах, мыслях, анализируют их и дают им оценку. То есть малыши развивают не только познавательный интерес, но и свой внутренний душевный мир. Учатся терпимости, милосердию, доброте, благодарности и многим другим качествам, без которых не может состояться гармонично развитый человек. У трёхлетней Кати заболел папа. Его положили в больницу, девочка загрустила. Был февральский морозный день. Мама собиралась понавестить папу в больнице. Катя тоже попросила маму взять её с собой, но мама её не взяла. Сказала, напиши письмо. Но Кате была в больнике, она не умела ещё. Мама тогда сказала, нарисуй папе письмо. И Катя стала рисовать. Нарисовала она себя в кроватке, широко открытыми глазами. Папа очень сильно обрадовался, ему стало легче. Скажите мне, пожалуйста, ребята, как Катя выразила свою любовь к папе? Она нарисовала солнышко. Так. А почему она нарисовала солнышко? Потому что солнышко тёплое, красивое, улыбчивое. Какая ещё? Нежная. Так. Она нарисовала, что она ночью не спит, широко открыла глаза. А почему? Потому что она всё думает о папе, потому что она его любит. А как она его любит? Сердце выражает её любовь. Какая любовь к папе? Нежная, любимая, заботливая. Молодец, она заботится о папе. Почему Катя нарисовала любовь в виде солнышка? Потому что она любит его сильно. Сильно любит. Гриша, а солнце какое у нас? Просто без солнца жизни нет. Ну посмотрите вот на солнце. Какое оно? Ласковое. 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 Ещё какое? Чёплое. Ещё? Яркое. Улыбчивое. Улыбчивое солнце. Солнечное. Солнечное. Молодцы, ребята. Дошкольный период – это самая прекрасная пора детства, когда ребёнок делает первые шаги в этот мир, открывает для себя окружающую жизнь такой, какая она есть. Если дети растут в атмосфере добра, любви и понимания, они раскроются и проявят свои лучшие качества, обретут внутреннюю силу для преодоления жизненных трудностей. Об этом очень красиво и верно сказал известный педагог Шалва Аманашвили. Если люди сами не умеют летать, пусть научат летать своих детей. Притом летать высоко, стремительно, далеко. И настанет срок, когда дети раскроют крылья и взлетят. Пусть взрослые просто последуют за детьми, чтобы уберечь их от падения. И тогда обнаружат, что оказывается, они тоже летят. Задача нравственно-духовной программы самопознания – открыть для ребёнка неповторимый мир его индивидуальности. Прежде всего происходит изменение в самом воспитателе. У каждого своя подготовка. И, наверное, нужно больше времени, может быть, чтобы человек переосмыслил. Хотя говорят, что мы учимся всю свою жизнь. И дай бог вместе с детьми, с нашими маленькими детками, мы будем учиться вместе с ними. Мы тесно сотрудничаем, став пилотной организацией со школой и гимназией 22. Буквально 1 декабря, когда был праздник, день первого президента, десятиклассники проводили занятия с нашими детьми. Они были так поражены, что дети умеют отвечать на вопросы, и что они много знают. И декада республиканская, вот буквально была тоже по самопознанию, они тоже приходили к нам, выступали, показывали свои занятия. Любовь – это не только чувство к родным и близким людям, но и всеобъемлющие ощущения человека, выражающие его отношение к окружающему миру, устремление к более глубокому ее постижению. Я думаю, что дети, воспитываясь на таком светлом чувстве, будут расти настоящими оптимистами и дарить окружающему миру только добро. Всего вам доброго. До свидания.